В США. Этот поединок является отборочным. Победитель становится официальным претенгентом на титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Сейчас этим титулом владеет венесуэлиц Хорхе Линарес. На ваших экранах Дэйна Златичанин. Иван Веткоч, 29 лет. Рост 177 см. Уроженец города Шостка. Живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. 18 побед, ноль ничьих, ноль поражения. 14 побед досрочных. Колоритный очень боксер, ударный, головный до чемпионских боев. Но вот сейчас как раз шанс. Если победит, то схлестнется с Линаресом. Ну, впрочем, его соперник из Черногории Дэйна Златичанин. 31 год. 20 побед, ноль ничьих, ноль поражения. 12 побед досрочных. Два небитых боксера, два контендера. Сейчас будут выяснить отношения. Нам показывают тактика, технические характеристики боксеров. Размах рук. Здесь преимущество у Ивана Редкоча, но он выше ростом. Даже визуально это видно. Итак, первый раунд. В черных перчатках боксер из Черногории Дэйна Златичанин. И в бело-голубых перчатках Иван Редкоч. Ну что ж, мы видим, что сразу же идет вперед черногорский боксер. Старается оказывать давление на своего украинского соперника. Иван работает навстречу. Ему более выгодно работать на дальней дистанции. Исходя из того, что у него есть преимущество в размахе рук. Вот пока не пользуется Иван Джебом и спокойно подходит на удобную для себя дистанцию черногорский боксер. Перекрывается. Пока без удара. Но вот сейчас по корпусу справа пробил Златичанин. И очень хлестко еще раз добавил слева. Застоялся у канатов Редкоч. Пропустил атаку и попытался клинчевать. Практически без разведки. Проходит первый раунд. С места в карьер рванул черногорец. Прекрасно он понимает, что этот бой для него огромный шанс. Если выиграет, то он выходит на чемпионский поединок. Как я уже говорил, победитель этой битвы становится обязательным претендентом на первого чемпиона мира по версии WBC. Обычно, кстати говоря, Редкоч не работает вторым номером. Обычно он сам агрессор. Но вот здесь ему приходится частенько уходить в защиту. Работает Ваня навстречу. При каждом удобном случае старается связать соперника, не дать ему разыть атаку. У нас заканчивается первый раунд. Просовывает сейчас черногорец справа на скачке. Тут же ответ Ивана Редкоча. На повторах видно, что очень зрячий работает черногорец. Старается работать по этажам, по корпусу и перевод на голову. Роберт Гарсия, знаменитый, известнейший американский тренер. В углу у Ивана Редкоча. Советую Гарсия отвечать сразу же на атаке. Черногорского боксера перекрываться и тут же отвечать. И не оставаться у канатов. Итак, у нас второй раунд. По-прежнему вперед идет черногорский боксер. Иван Редкоч работает вторым номером на отходах. Клинч вяжет, старается вязать Ивана своего соперника. Черногорец настойчив. Настойчив и постоянен. Дает Иван возможность своему сопернику работать. Попадает по корпусу сейчас справа. Черногорский боксер. Работает по корпусу Иван Редкоч. Но позволяет, позволяет он подходить поближе к черногорцу. Позволяет работать ему на удобной для злотичанина дистанции. Мы не видим абсолютно никакого джеба. Практически со стороны Ивана Редкоча. Ну вот сейчас появился джеб. У Ивана Нол. Пожалуйста, справа прямым попадает Дэйн. Он прессингует. Он старается подойти поближе и подходит. Позволяет ему. Редкоч, нет какого-то такого жесткого, что называется, стопящего удара у Ивана. Почему-то. Хотя обычно он всегда бьет сильно и жестко. И процент нокаутов не очень хороший. Но вот на черногорца удары Ивана пока что не действуют. Левый по корпусу. Больше апперкотов и работы по корпусу. Вот советы от Роберта Гарсии для Ивана Редкоча. У нас третий раунд. Напомню. 12-раундовый поединок в легком весе. Весовая категория до 61 килограмма. 200 граммов. Победитель выходит на Хорхе Ленариса. Чемпиона в легком весе по версии WBC. Очень важный бой. Два небитых боксера. Черногорец Дэйн Злотичанин. И украинец Иван Редкоч. 31 год черногорцу. Вот попадает сейчас слева таким полукрюком, полусвингом. Дэйн. 29 лет Ивану Редкочу. 20 побед. 0 ничьих, 0 поражений. 13 побед досрочных на счету Злотичанина. 18 побед. 14 досрочных. 0 ничьих, 0 поражений. Иван Редкоч. Наверное, для Ивана это первый очень серьезный такой вызов. Первый серьезный соперник. Если смотреть на его послужной список. Дрался он, конечно, и с Тони Луисом, и с Сергеем Гуликевичем. Ну, черногорский боксер на порядок выше по уровню и по классу. Что касается Дэйна, то у него был непростой поединок. Во-первых, с нашим российским боксером Петром Петровым, который проживает в Испании и уже зарекомендовал себя на американском ринге. Победитель турнира боксчина, ESPN. прошлого года. И дрался Дэйн Шотландии с самим Рикки Бёрнсом, бывшим чемпионом мира по версии Довой Биоу в легком весе. И выиграл разделенным решением судей. А это дорогого стоит выиграть в Шотландии. У местного боксера это непросто. По корпусу, по-моему, ниже пояса. Ниже пояса ударил Черногорец. И по правилам до пяти минут имеет право восстановиться. Боксер, который получил удар ниже пояса. А рефери просит доктора посмотреть, что там случилось в итоге. А там еще что-то с левым глазом. Иван работает по корпусу. Восстановился. Заканчивается у нас третий раунд. В атаке Черногорец. Нелегко приходится Ивану. Нечасто ему доводилось работать вторым номером. Обычно он всегда сам работает как агрессор. Ну вот тут чистой воды удар ниже пояса. Привет Мигелю Котто. Сейчас передал черногорский боксер. Ну тут просто без комментариев, дорогие друзья. Второй. У нас четвертый раунд. Иван Редкоч против Дэйма Злотичанина. Украина против Черногории. Своеобразное славянское дерби. В Бирмингеме, штат Алабама, США. Легкий вес. 12 раундов. Весовая категория до 61 килограмма. 200 граммов. Победитель выходит на Хорхе Ленариса, чемпиона мира в этой весовой категории по версии WBC. Ну вот, звинтил темп сейчас Шиногорский боксер. Обрабатывает он Редкоча. А вот это чистый нокдаун. Это чистый нокдаун, дорогие друзья, в четвертом раунде. Правый крюк. По-моему. Здесь порешал вопрос, если так можно выразиться. Ну все, Черногорец пошел в отбивание. Он понимает, что это шанс еще для него. Немножко сумбурно, конечно. Стоит ему чуть-чуть оттянуться, перевести на корпус. Ну вот так вот. Бомбардировка повлияла на Рефели, который в итоге остановил поединок. И Дэн Злотичанин становится обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Хорхе Линарес. Флаг Черногории, естественно. Расстроен Иван, расстроен Роберт Гарсия. Никак они не ожидали такого исхода. Но что касается Дэйна, был шанс, и он его использовал. Не стал откладывать в долгий ящик. Смотрим повторы. Тут уже нам показывают, по-моему, концовку самую после нокдауна. А, нет. Вот он. Правый крюк точно в челюсть. Как раз момент нокдауна. Ох, жестко. А, ну вот как раз здесь пошло добивание. Ох, жестко. Ну, кстати говоря, Иван Редкович, в принципе, не особо и спорил по поводу остановки. Ну, что ж. У черногорцев сегодня праздник. Я думаю, вся Черногория, все болельщики Дэйна радуются победе. Ну, а Дэйн еще раз доказал, что может приехать в другую страну и выиграть. Учитывая, что он победил Рикки Бернса в Шотландии. А тут еще и в США победил боксера, который, хотя из Украины, но очень давно живет и тренируется в Штатах. И практически свой. Он победил WBC Лайтвейн. Если в футболе Черногория не на первых ролях, то вот в боксе вот так вот возможно зажглась новая звезда.